Здравствуйте! В 14-м заключительном видео уроке мы познакомимся с транзакциями и триггерами. Начнем с транзакций. Мы рассмотрим, что такое транзакции, какие свойства транзакции бывают, что такое побочные эффекты параллелизма и какие существуют уровни изолированности для разрешения этих побочных эффектов. Транзакция это группа последовательных операций с базой данных, которая предоставляет собой логическую единицу работы с данными. То есть одну логическую неделимую единицу. Если транзакция выполнена успешно, все модификации данные, сделанные в течение транзакции, принимаются и становятся постоянной частью базы данных. Если в результате выполнения транзакции происходят ошибки, производится отмена, откат транзакции и система должна прийти в свое изначальное состояние. Когда мы делаем апдейт или инсерт, у нас происходят какие-то изменения данных. При этом давайте возьмем апдейт. Если мы получаем ошибку, то ни одна строка у нас не будет обновлена. Но что если мы делаем два апдейта? Мы обновляем одну таблицу, за ней вторую таблицу. Классический пример, когда идет перевод денежных средств с одного счета на другой. Если вы сняли с одного счета какую-то сумму средств, и эту сумму должны были зачислить на другой счет, между одним апдейтом и вторым апдейтом у вас произошла ошибка, то вы должны и первый счет привести в первоначальное состояние. У вас не должно получиться такой ситуации, что с одного счета деньги сняли, а на второй их по причине ошибки не зачислили. Ну и на первом они уже сняты и получается они где-то зависли. Поэтому мы должны вот в таких ситуациях создавать транзакцию, одну неделимую логическую единицу, которая либо успешно завершится вся, либо будет произведен откат к первоначальному состоянию. Существует два типа транзакций, это неявные, с которыми мы раньше уже сталкивались при каждом адсерте, апдейте, делите, мы выполняли транзакцию. И явную, с которыми мы сейчас познакомимся, для нескольких вот таких вот действий мы зададим транзакцию с помощью ключевого слова begin trend, либо begin transaction, и далее с помощью коммитов и роллбеков мы будем их завершать, либо откатывать. Чтобы лучше понять транзакции, также необходимо знать о свойствах транзакции. Это атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость. Какими свойствами должна обладать транзакция? Первое это атомарность. Атомарность гарантирует, что наша транзакция является неделимой, что она не будет зафиксирована частично, что будут выполнены либо все ее операции, либо ни одной. Для этого у нас и существует роллбек, если транзакции не удается полностью завершить, результат всех ее до сих пор произведенных действий будут отменены, и система вернется в исходное состояние. Правда, забегая наперед, мы можем устанавливать точки сохранения и откатываться к этим точкам сохранения, а не полностью всю транзакцию. Следующий пункт это согласованность. Согласованность обеспечивает, что в результате выполнения транзакции база данных не будет содержать несогласованных данных. Когда мы сняли деньги с одного счета, и у нас не получилось их зачислить на другой, откатившись, мы вернули систему, нашу базу данных в исходное состояние. Следующий пункт – изолированность. Во время выполнения транзакции параллельные транзакции не должны оказывать влияние на ее результат. Изолированность – это важное понятие, и вообще параллелизм транзакций – важное понятие. Следующими слайдами мы рассмотрим, какие бывают проблемы параллельного выполнения транзакций, какие существуют уровни изолированности. На самом деле, мы полностью изолировать транзакцию не можем, точнее, можем, но не делаем это в большинстве случаев, иначе происходит у нас одна транзакция, другие пользователи ничего не могут делать с этими таблицами. С базой данных все-таки работает одновременно большое количество пользователей, для того, чтобы они одновременно могли работать, мы понемножаем уровень изолированности, мы можем получить какие-то ошибки обновлений, но, тем не менее, параллельно могут работать большое количество пользователей. И, возможно, вы уже слышали, очень часто какие-то такие большие обновления базы данных происходят в нерабочее время, чтобы никто другой не мешал этим обновлениям. И четвертый пункт, устойчивость. В случае системной ошибки между нашими действиями может возникнуть и системная ошибка. Это выключили свет, или какой-то другой сбой в оборудовании. В этом случае тоже транзакция должна либо завершиться успешно, либо система вернутся в исходное состояние. Давайте перейдем в Management Studio и посмотрим, как транзакции объявляются в коде. С помощью ключевого слова BeginTrend, либо полностью, либо сокращенно, мы объявляем транзакцию. Дальше мы сделаем апдейт в таблицу портов. Давайте перейдем в базу данных GrandSlamDB. И в этой базе данных у нас есть таблица кортов. Вот там существует какое-то количество кортов. Мы будем обновлять 10-й корт. У него Capacity сейчас 4000. Мы обновим на 4,5. Сделаем выборку. Увидим, что да, теперь это 4,5. И потом вызовем Rollback. И снова сделаем выборку. Итак, выполнили транзакцию. И видим, в первом случае нам Select вернул 4,5 для 10-й записи. Но в итоге мы на 16-й строке сделали Rollback. И все последующие Select'ы будут нам для 10-й строки возвращать 4000 для поля Capacity. В итоге мы никаких изменений в эту таблицу не внесли. Пойдем далее и создадим новую транзакцию BeginTrend. Будем обновлять поле на 4,5. Потом сделаем выборку и закоммитим транзакцию. Сейчас выполним код с 22 по 28 строку. Все у нас успешно закоммитилось. Все выборки последующие будут возвращать 4,5. Конечно, в данном примере мы могли не оборачивать BeginTrend и Commit. Потому что это было бы нашей одной такой транзакцией. Но что если мы создадим транзакцию? Вернем на 4000. Сделаем Commit. Потом сделаем Update. Новый. Этого же поля на 5000. И попробуем сделать Rollback. Сейчас мы получим ошибку. Потому что для Rollback не было BeginTrend. Вот этим вот Commit мы закрыли транзакцию, объявленную на 22 строке. Следующий Commit или Rollback приводит к ошибке, потому что для него не было объявлено транзакции. Но мы можем вкладывать в одну транзакцию другую транзакцию. На 37 строке сейчас мы объявили транзакцию. В первом случае мы обновим поле City. Давайте установим значение NY для поля City, для Cort 10. А во втором менять Capacity. Сейчас у нас Capacity 5 и London. А будет NY и 10. Объявим транзакцию. Объявим дальше еще одну транзакцию. И закоммитим. Можно указывать Commit Trend, можно просто Commit. Есть еще Rollback Commit Walk. Там есть небольшие отличия. Отличие в принципе в том, что транзакциям мы можем задавать имена. Здесь я мог задать имя и потом явно здесь его тоже повторять. Об этих небольших особенностях я вам рекомендую познакомиться уже с настоятельным. Итак, выполним вот этот вот код и сделаем потом Rollback. Или давайте сначала Commit. Два Commита у нас. Один закоммитит первую транзакцию, второй вторую. Внутреннюю и внешнюю. Все у нас выполнилось успешно. Select вернет NY и 1000. Теперь попробуем указать здесь Rollback. Вместо Commit мы укажем Rollback. Что произойдет в этом случае. Выполняемся и делаем Select. Мы увидели 1000 Capacity и New York. Все так же. У нас Rollback откатил к самому изначальному состоянию. И вот эту вот транзакцию, якобы закоммиченную. И внешнюю транзакцию. Rollback всегда откатывает к изначально объявленной транзакции. При этом, если я укажу, более наглядно это будет видно на вот этом вот Rollback. А здесь Commit. Мы предполагали, что Rollback откатит вот эту вот транзакцию. А Commit вот эту вот закоммитит на 38 строке. Но в итоге Rollback откатит нас к 37 строке. И получили ошибку, потому что коммитить уже нечего. Есть такая глобальная функция TrunCount. Она показывает, сколько раз был вызван BeginTrend. При каждом вызове BeginTrend значение TrunCount увеличивается на единицу. При каждом вызове коммития значение уменьшается на единицу. При вызове Rollback без точек сохранения, с которыми мы познакомимся ниже. При вызове Rollback TrunCount принимает значение 0. Сейчас я буду выводить значение TrunCount. И мы увидим, какие он принимал значения. Давайте выполним в таком же состоянии. Вот у нас TrunCount здесь 2. Было 2 BeginTrend. Но после Rollback мы видим значение 0. Если мы Rollback поменяем на Commit. Да, здесь было 2 Commita. Я раз открыл 2 Commita, поэтому видим ошибку. Но тем не менее видим, какие значения принимал у нас TrunCount. Мы объявили транзакцию, сделали какие-то обновления, объявили еще одну транзакцию. Дальше вывели TrunCount, значение 2. Было 2 BeginTrend. Потом мы закоммитили. TrunCount уменьшилось на единицу. Следующий Print вывел значение 1. Мы еще раз закоммитили. И в итоге TrunCount уже принял значение 0. Но когда мы вызывали второй раз Commit, мы получали ошибку, потому что для него не было BeginTrend. На первый взгляд это может показаться запутанным. Но я вам рекомендую самостоятельно с этим поработать. Поделать такие небольшие примеры. Подслеживать с помощью TrunCount, какие у вас принимают значения он сейчас. И в процедурах, когда мы создаем транзакции внутри процедур, там могут возникать ошибки из-за этого TrunCount, из-за его значения. Потому что эта процедура могла вызываться в рамках какой-то другой транзакции, а внутри процедуры мы еще одну транзакцию вызываем. Вы всегда можете перед Commit, перед Rollback, чтобы не было у вас вот такой вот ошибки, проверить вот это вот значение TrunCount. То есть если оно не равно нулю, только тогда Commit или Rollback. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. Продолжение следует...